девочки привет всем знаю любите покупочки покажу что я купила сегодня на 743 гривны не ожидала зашла и когда на кассе расплачивалась думала что будет подешевше ну первое что я купила очень нравится вот такой гель для стирки видите он стоит на 54 загрузки ну это я думаю у кого как получается у меня получается больше он стоит по моему сто тридцать семь гривен вроде когда вроде как сто тридцать семь у нас такой чек стал я прям не знаю до 137 гривен 10 копеек очень мелко пишут вот такой гель мне нравится он очень вкусненько пахнет это ли может он привет передает время чирикой я люблю в кофе добавлять молочко по утрам и люблю ферму она по акции по 28 с копейками вот я взяла два пакетика так сразу же покажу вот еще и вот запас очки для унитаза беру эта пара стоит 1280 две штучки 1 вообще стоит 950 помощь пара 1280 выгодно броди ручки закончились в доме вот 8 штучек ручек по моему 50 с чем-то гривен а ну-ка а ну-ка а ну-ка ничего увидеть ручка кулькова 52 52 90 со 298 штук бананчик я захотела среди лета да хватит там тарахтеть сидит там он и тарахтит и кричит участвует бананы по 43 гривны сегодня килограмм и даже 43 с чем-то в общем у меня получилось 4 вот такие маленькие бананчика на 25 64 мы любят вот такой овсяный печенька ребят наш хлеб делает это кулечек по 80 гривен килограмм 710 грамм на 56 гривен 80 копеек костя захотел помпушечки вот шашла помпушечка стоит по-моему 6 до 6 1 штучка не с чесночком вкусненькие вот это вот оказалось дороговатая грудиночка она вкусненькая она килограмм 300 по моему 36 гривен сколько это получилось где на тут ищем 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 вот грудинка глубина на 105 гривен получилось так литерская колбаса вот такую мы берем иногда не всегда салтовская вот она тут 500 с лишним грамм колбаска сколько завесила это колбаска колбаса вот она на 90 гривен самое получается дорогое здесь вот из продуктов это колбаса коней но мясное колбаса и грудинка так ну вот мой улюбленный творожок он был по моему по 48 гривен по акции но он неплохой такой мне нравится кто любит такой творожок ставьте лайк и очень люблю вот этот вот кефир под разными названиями сейчас идет есть и крым написано и донбасс сейчас полтавщина написано на всех бутылках по разному два с половиной процента жирности в общем такой такая бутылочка кефир чека ищем ищем где кефир ческ кефир горячина 37 гриль и ребята вот захотели вот такой вот дольче я не любитель таких йогуртов но ребята мои захотели костик себе взял вот такую маленькую персиковую бутылочку дольче женька вот такую вот кокос и ананас не знаю мне кажется что такое химоза сейчас я вам скажу если вам ребята интересно я вам скажу так где этот йогурт вот йогурт получается мали 290 грамм 2 персик 2740 а там по моему 45 был 2 бутылка 4 не вижу а вот кость все мороженое одно купил так видишь еще один йогурт а вот а вот большой по 45 10 в общем вот так кругом бегом забежал и 700 с лишним гривенит ну все нужно все вкусно и так что пишите в комментариях какими гелями для стирки вы пользуетесь я ариэлем пользовалась раньше персилом потом дорогой стал у нас мне там остатки остались этот фрош мне он нравится но он дорогой стал ну как то вот этот вот белецо такое получается с таким приятным запахом и хорошо отстирывает мне нравится но он когда как концентрат его надо там немного ложить видите вот так вот он очень неплохой ребята мне нравится германия классный стирает хорошо все нормально один такой зеленый теперь голубенький купила девочки проголодалась и борща не хочу такая жара решила пампушку съесть вкусная чесноком супер помните вам говорила что у меня показала с венами не все окей идем нормовен ноги перестали быть тяжелыми ну как то вот ушла отечность хорошее средство там такая желтая таблеточка я два раза в день пью вообще хорошо помогает мне еще эскузам а детролекс напишите как вы реагируете на детролекс у меня вот еще пачка детролекса есть сейчас посмотрю до какого числа я пить его не могу мне от него так фигово вот он у меня еще покупался за 300 плохое зрение за 305 гривен при царе горохи давай пищу и вот у меня сейчас покажу меня еще практически пол упаковки я так на него смотрю но что-то мне от него не гуд а до какого шум числа где здесь у него дата ой там так выбито до двадцать четвертого года ну посмотрю может пропью но я вот когда начинаю детролекс пить у меня начинается головная боль я не знаю почему напишите в комментариях как вы реагируете пьете вот я просто слышала все вот детролекс 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 а мой врач которому я приходила сосудистый он хирург он год я детролекс как бы своим не рекомендую как бы и я его год не назначаю но у меня он уже был я его перестала пить его час не стала думаю всю думаю начать не начать но вот на нормовении и на иску за ними стало лучше я маме тоже позвонила у нее ноги отекшие болят я говорю маму сейчас жара говорю мам попробуй говорю из куза вот из куза я выпила его уже и выбросила но вот из куза вот он из каштана без всяких там особых побочек классный ну вот у меня есть кузан допила думаю попью еще нормовен нормовен пью тут даже что написала шут такую один два раза это когда-то я давно писала в общем я пью два раза в день и вроде ничего бегаю а до этого ноги были просто налиты как всегда мои персички любимые 3 сегодня был на базаре купила картошку и персики и цебулю что-то там буряки короче сделала заказ в общем вот так ребят ножки ножки подводят девочки забежала в секонд там много всего интересного но мне не надо но вот это мне казалось посмотрите какая красотей вообще стопроцентный кашемир кто любит палантинчики меня уже столько 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 вот видите это наивысший сорт кашемира помните да знаете вообще обалденный он мне очень понравился продавщица увидела что я его взяла подбежала это вы знаете это стопроцентный кашемир это стопроцентный кашемир игры знаю прям так переливается на солнышке красавчик в общем не знаю стоил мне сегодня самый самая высокая цена сегодня день завоза и стоил мне сегодня девчонки ой так тень моя падает чушь вам так показать на солнышке как он переливается я костика жду на лавочке сейчас пойду за ним он на занятиях стоил мне 135 гривен вот завесил на сто тридцать пять гривен с копейками через два дня конечно он был бы дешевле через четыре еще дешевле но на вес товар ну вы же понимаете кисточки может быть его там уже не оказалось так вот он мне понравился вот это его изнаночная сторона ну не знаю девочки пишите в комментариях нравится вам такой не нравится он очень такой достаточно широкий накинуть его на плечи когда холодно вообще замечательно выделка обалденно но он как новый вообще на нем никаких там признаков носки я не вижу классно единственное что я нет уж этикеток естественно нигде не написано где он сделан кстати стирать кашемир надо очень аккуратно руками ведь и 30 градусов ручная стирка и таких вот средствах вот за чашек я не вижу кто увидит затяжку пишите не нашла я затяжек любители кашемировых аксессуаров боже меня уже этих палантинов девочки кто-то носил ну вот этот мне так понравился что он вот два цвета так переливается сейчас опять напишите мне аня почему только всего лишь а вот эти такая немножко как ниточка продернута одну вещь показываешь а она везде так всему рисунку я подумал что что-то какая-то затяжка показываешь одну вещь девочки не купила только одну вещь ну реально там какие-то футболки не очень какие-то платья сарафан один сарафан там выбрала красненький это примарк но он не натуральный но он такой себе он мне не очень понравился это я короче девочки сижу вот залезла сегодня шкафчик свой и нашла свою кофточку манго такая легенькая легенькая я вообще ее не носила когда-то года три назад я ее купила так она осталась лежать в шкафчике не одеваная жарище у нас который день сегодня девочки это просто капец в общем с покупочкой меня с покупочкой такая вот красота вставлять так